Календарь с рязанским колоритом. Такую идею реализуют местные активисты. Из 12 месяцев полностью готовы уже 9. В основу сюжетов легли рязанские легенды и известные личности. Работы начали со странички сентября. Добрая картинка рассказывает о грибах с глазами и знаменитом рязанском молоке. Мне лично хотелось очень, чтобы это можно было разглядывать долго. Чтобы не просто портрет или какая-то такая статичная картинка. Чтобы эту картинку можно было разглядывать и какие-то детальки для себя новые увидеть. Октябрь любим рязанцами за день рождения нашего земляка поэта Сергея Есенина. На календаре именинник находится в окружении писателей Серебряного века. На картинке можно увидеть портрет Пушкина, которого Сергей Александрович очень любил. А также Маяковского, отношения с которым наоборот не складывались. На каждой эскиз у художницы Анны Сальяновой уходит около 8 часов. Это нужно лазить по интернету, посмотреть, как это все выглядит. То есть ты сел и нарисовал, а так не бывает. Ты сначала очень долго про это все думаешь. Ты рисуешь эскизы, ты их согласовываешь. Потом ты рисуешь подробный эскиз, потом подбираешь цвета. То есть там такая работа на самом деле. Работа. Петр и Феврония Муромские, Касапус и Малина, Константин Цалковский, День ВДВ и фестиваль Битвы на Воже. У рязанского календаря нет ограничений по вехам, а все костюмы и образы выдержаны с учетом исторических особенностей. Как выглядел Есенин, да, и брил ли он себе там бороду, например. Да, и Ксюша мне рассказывала очень подробные лекции по этому поводу. Или там костюм бабы рязанской, например, в марте месяце. Да, я смотрела, как он выглядит, чтобы не абсолютно точно это повторить, но чтобы все-таки какой-то, да, отсыл на наш любимый Рязань был. Поддержать проект можно на платформе Планеты.ру. Участвуя в нем, вы ничем не рискуете. Если проект не наберет нужную сумму, то деньги вернутся на ваш счет. А если все удастся, то весь год сможете наслаждаться удивительными рязанскими легендами.